Привет, с вами Виконство. Сейчас я нахожусь в Новом Свете и мы отправляемся на тропу Голицына. Иду я по набережной. И вот там, видите, название Парадис. Вот это так раньше назывался Новый Свет. Это самое первое название этого поселка. И вот посмотрите сегодня, какое море. Отдыхающих, конечно, многовато. Сувениры, подарки, ласты, маски. Сама тропа Голицына образовалась при строительстве туристического маршрута. Поэтому люди сюда ходят и путешествуют. Смотрят очень интересные и красивые места вдоль побережья на Черном море. Катера отсюда съезжают. Видите, по такой узкоколейке. Выходим в сторону тропы Голицына. Вообще, сам поселок небольшой по размерам. Но мне кажется, здесь хватает отдыхающих. Почему? Потому что очень красивые виды на этом побережье. Посмотрите, солнце сейчас спряталось за тучами. И вот гора Орел. Вот такая красивая получается. А вот там, мне кажется, полосой идет дождь. Я думаю, может, он к нам дойдет. Ну и вот вход в тропу Голицына. Новый свет. Я так понял, что я попаду еще с экскурсией. Ну вот правило. Ботанический заказник. Новый свет. Кому интересно, для исторических справок, вот можете посмотреть. Мы находимся здесь. И вот будем вот так идти. конечная цель у нас должна быть здесь. И также можно по второму маршруту через Можжевеловую рощу пройти. И вот такие магнитики. По 25 рублей на подарок. Точная 470 гектаров. Представьте, это какая огромная территория. Дорога нам предстоит немаленькая, но я думаю, мы быстро справимся. Тем более, сегодня не так жарко. Поставили здесь урны в виде таких бочек. Почему бочки? Ну, чтобы для декорации красиво все было. Так как Новый свет является самым популярным и крымским поставщиком игристых вин, поэтому здесь даже урны сделаны в форме бочки. А так, конечно, мы будем обхватывать всю Новосветскую бухту и будем делать такие паузы, где будем смотреть на природу. Ну, пока здесь ничего не видно, но чуть дальше мы отойдем и будут очень красивые виды открываться здесь. Так что, усаживайтесь поудобнее. Ролик будет очень длинный. Я думаю, он вам понравится. Запах здесь обалденный. Пахнет вот сосновыми ветками, деревьями. Ну, а там чуть выше будет пахнуть можжевельником. Можжевельник это такое дерево, которое выделяет такой свой специфический запах и плюс еще в сувенирной лавке продают продукцию. Если вы будете ставить, например, горячую сковородку либо чайник на эту подставку, то она будет выделять такой приятный, резкий и в то же время гармоничный запах. Людей, конечно, хватает. Я вообще любитель путешествовать сам и когда я вижу огромное количество людей, то, конечно же, хотелось бы видеть их поменьше. Людей сегодня очень много. Видите, идет сплошной поток. Вообще, лучше всего приезжать сюда с самого утра, так как вы меньше людей застанете. посмотрите, крымские сосны растут прямо в скалах, в ущелье горы. Это вечно зеленые деревья. Никогда не задумывались, что они всегда зеленые и летом, и весной. Единственное, есть вот такие вот колючки, но это они просто опадают и обновляют свои ветви. Саша, вот сюда встань, делай. Быстрее, быстрее, пока не повлечь. Фото на память. Конечно, делайте фотографии, снимайте на видео по возможности, так как это все-таки память. Есть здесь место для фотографий. Видите, по всему периметру поставили перила, чтобы вы, не дай бог, упали в то ущелье. вот здесь локация для фотографий, но мы чуть отойдем подальше и там будет немножко вид поприятней и даже лучше, чем здесь. Но это банальные остановки для туристов, потому что здесь можно разместить их побольше, чем, к примеру, здесь. И вот видите, вот это все было прорубано вручную. Никаких там специнструментов. Вообще сюда подвозили людей на лодках и с помощью вышек и проделывали вот такие манипуляции и выдолбивали камень. Вот посмотрите, вот какой вид. Все-таки здесь получше и никого нет. Вот так вот. Обязательно обувайте только спортивную обувь, так как видите, здесь такие вот обрывы. каменистые и они очень скользкие. Особенно после дождя. И вот такой резкий обрыв. Видите, вода бирюзовая какая. А вот там чуть дальше синяя, такая темно-синяя. Вот там, конечно, поглубже уже будет. тут. интересно как это все дело обходить. Видите, здесь поток. Почувствуем себя на шпагате. Он по-простому уйдет и пофиг на все. А потом ладно и там. Можно и так по-халине снять. А я могу сесть у тебя. Я просто снять. Нормально так. Снял обувь и идем босиком. Так как здесь такой обрыв. Не хотелось бы туда нырнуть. Продолжаем наше движение. Вот такой оброд преодолели. Видите, сколько кораблей мотается. Вот это возят все на царский пляж. Осторожно, камнепад. здесь опять та же проблема перейти в воду. и вот такой у нас открывается вид на грот Шеляпина. Здесь хранились бутылки шампанским. Тут все-таки постоянная температура. ранее вот это где вход в грот там была стена. Но спустя некоторое время шторм и вода ее разрушили. В итоге у нас вот такой большой вход образовался. Здесь также можно покупаться и понырять. Видите, водичка прозрачная. смотрите аккуратно берегите голову так как здесь очень низко. Посмотрите если выровнятся то можно удариться. Видите в этих арках хранилось вино. А вот тут была стена. И вот эта стена от воды от ветра в общем разрушилась и после этого образовался вот такой грот. Скорее всего в этих скалах есть еще подземные пещеры и вход у них только с воды. Видите в этих всех местах хранилось вино. Заставляли все бутылками и делали выдержку определенную. Температура здесь сохранялась постоянная и вино достигало своих настоящих вкусовых качеств. пустой колодец интересные места здесь есть на что посмотреть вода он капает вообще в скалах есть вода водоносные слои давайте еще посмотрим вид с этой стороны сейчас туда наверх заберемся и как раз поснимаем вид с той вершины вот мы и забрались тут тоже вода капает откуда-то сверху и вот еще одна такая локация куда еще вверх идет маршрут но туда уже нет смысла лезть вот такое окошко здесь какой-то металл привезли что-то видимо будут обустраивать и тут капает вода на грот посмотрели теперь идем дальше ну тут вы не заблудитесь посмотрите сколько людей и это все идут в две локации либо на можжевеловую рощу и туда уже выход есть на новый свет либо на царский пляж очень много историй не хочу вам рассказывать забивать голову я просто хочу показать вам эти прекрасные виды вот реально как человек додумался здесь размещать свое виноделие бутылки чего не с другой стороны вот прям здесь надо было все это делать поэтому сюда и многие цари путешествовали ездили но конечно их угощали но делали конечно поблажки видите какие валуны валяются это когда-то они были здесь спустя некоторое время они оказались вот здесь вообще тропа привлекает очень много туристов ходить здесь можно сутками и делать красивые фотографии либо снимать видео открываются шикарные виды на море человек держит камень фотография здесь тоже такой обрыв еще одна фотка первый раз не получилось у него люди помешали поэтому желательно приходить сюда когда минимальное количество людей а лучше всего встретить рассвет на этой тропе это выходить около пол шестого утра нужно и тогда людей будет очень мало видите камнепад ну вот есть табличка грот Голицына туда а здесь царский пляж караул оба гора сквозной грот и тропа Голицына таблиц таблиц посмотрите какая толпа идет сейчас мы пропустим их и пойдем дальше но это мыс капчик мне он напоминает чем-то дельфина далекие времена здесь орудовали пираты они заходили вот туда такой карман прятались там и грабили все торговые судно виды конечно здесь открываются прекрасно бирюзовая вода обрыв наверно градусов под 80 а то и 90 просто такой прямой подъем конечно здесь нормальный везде вас окружают горы скалы и деревья которые растут спуске конечно здесь интересный посмотрите вот там как спускаются еще один интересный факт это то что спустя наверное час горных прогулок у вас снизу легких выходит застоявшийся кислород но внизу нет хорошей циркуляции поэтому когда вы активно дышите и тем более горный крымский воздух очень полезен для здоровья то вы как бы очищаете полностью все легкие поэтому горные прогулки полезные от часа и более я думаю вы здесь прогуляетесь более часа поэтому вы очиститесь полностью посмотрите какие шикарнейшие горы здесь тоже камни под вода видите сходит здесь и камни вместе с ними и прекрасная крымская сосна растет на берегу обрыва внизу тоже есть пляж он очень маленький но туристов это не останавливает эти одни камни конечно проблематично там заходить в воду ну и сама разбойничая бухта сосна брутийская представьте сколько лет она здесь растет уже наверно не один десяток когда-то была маленькая едва заметно вот приблизительно как эти а сейчас какая вымахала отсюда вода сходит с гор ну а нам путь предстоит по вот этой вот лестнице она выходит в сторону можжевеловой рощи и царского пляжа хорошо что есть люди которые занимаются обустройством этой тропы и сделали вот такие мини ступеньки по которым ваш путь будет намного приятнее чем обычно хотя есть места в которых очень скользко кто сюда путешествует с детьми готовитесь маршрут будет не из легких ну вот камень с которого все прыгают в воду смотрите здесь вот такой забор поставили из проволоки чтобы вот эти вот булыжники все не сыпались в эту сторону дожди потихоньку подмывают горы и они осыпаются ну вот еще один вид на разбойничью бухту здесь хоть немножко попрохладней ветерок такой пронизливый продувает главное не простудиться потому что так мокрый сам сейчас ветер подует где-то сквознячок и все летом кстати тоже болеют и похуже даже чем зимой пожестче видите вода там прям с примесью горных пород оттуда как раз водичка вся стекает сверху и вот такой цвет скала мученый вот дошли до еще одной вывески тропа голицына сквозной грудь налево царский пляж корову лоба и новый свет дорога туда идет вот здесь вот такой открывается вид на царский пляж посмотрите сколько там отдыхающих здесь резкий обрыв сразу здесь можно хорошую панораму запечатлеть смотрите сколько людей на бананах ну туда дорога идет на сквозной грот немного поближе вам покажу посмотрите это как-то они сюда добрались это ж надо будет возвращаться назад если он там вообще дикие места вода прозрачная ну как вам вид на царский пляж и вообще как вам такие прогулки без шума без гамма вот все что вижу я вам показываю рассказываю делюсь впечатлениями если у вас есть конечно возможность то путешествуйте это запомнится вам надолго будет что в старости вспоминать здесь водичка намного теплее почему потому что бухта все-таки вода здесь прогревается а вот там уже открытое море дальше и и очень хорошие локации для фотографий спускаемся в сторону сквозного грот хотели бы вы сюда приехать и поплавать сосны конечно дополняет эту всю красоту здесь нужно просто смотреть и наслаждаться видами что тут прокомментируешь вы и так все прекрасно видеть здесь перелазит вот таким бревнам успели сфотографировать ну и вход в сквозной грот запах конечно так себя я вам скажу и какой ветерок слышите в камеру продувается трещина в пещере слышите летучие мыши старикой и висят он вниз головой здесь два выхода один и второй вот такая небольшая смотровая здесь и можно покупаться сейчас подойдем ко второму выходу и вот вторая часть такое же море да конечно запах здесь не из лучших еще одна точка мы находимся здесь сейчас есть два пути один на выход в сторону нового света и второй на царский пляж вот сюда мы и отправляемся будем идти по можжевеловой роще тут всего две тропинки поэтому не заблудитесь тем более есть обозначение воздух здесь пропитан можжевельником конечно если вокруг вас окружают эти деревья ну конечно же этими будут пахнуть а все у можжевельника ствол закрученный поэтому он неравномерно растет видите его так крутит в разные стороны и вот туда дорога идет на царский пляж воды с собой берите побольше так как по дороге здесь и негде купить конечно крым очень увлекательный туристический регион в плане того что здесь можно мне кажется месяцами ездить и узнавать новые места очень много локаций много всего интересного нужно сюда приезжать не на один месяц чтобы исследовать этот туристический район в день ходишь по 20 километров представьте вы часто так ходите туда подняться туда подняться плюс записать для вас новый видеоролик чтобы вы немного посмотрели другие места ну а вам остается только поддержать этот видеоролик лайком ну и написать комментарий пошли бы вы по этой тропе она очень длинная истощает все силы а куда деваться зато здесь круто прекрасный воздух видите какой ствол покрученный можжевельника вот так его выкручивать да туда прямо климат здесь очень мягкий поэтому здесь вроде бы и жарко а с другой стороны какая-то прохлада такая веет хотя ветра сильного нет вот там море и повсюду цикады конечно дорога тут интересная захочешь попасть на царский пляж если вы конечно не хотите идти пешкаруса сколько времени то можно приехать с судака сюда за 400 рублей на катере но если вы любитель туристических маршрутов и хотите поснимать и показать то что делаю я ну то будете очень долго идти сюда конечно спуск мне кажется здесь пожестче чем на тропе Голицына везде камни такие острые очень поэтому нужно смотреть под ноги изначально это место было дикое куда мы идем царский пляж пока не начали люди ходить туда часто и рассказывать всем остальным и спустя некоторое время получился вот такой туристический маршрут конечно не каждый сюда пойдет но я вам должен это показать такие вот спуски ну тяжело конечно подниматься особенно людям постарше но зато довольны сходили туда на катере да куда наверх то еще минут десять ну на половину пути все назад я же говорю конечно такие туристические походы не для каждого подходит весело конечно спускаться подниматься видите здесь канатом обтянули чтоб не слазили тут можно слезть но очень круто по-другому по-другому пошли до канта ну вот я вижу уже море значит мы почти у цели конечно дорога я вам так скажу не из легких я многое конечно не показываю еще так как не хочу занимать огромное количество эфира но я вам так скажу что не каждый вообще сюда пойдет посмотрев это видео и вот это все время спускаюсь и слушаю как матюкаются все остальные потому что сюда приехали на катере а назад решили подняться либо кто-то спустился тут я думаю уже назад поедет на катере в новый свет либо в судах здесь продают водичку ну вот мы вышли на царский пляж посмотрите вот это дикое место и вот видите отсюда катера отправляются судак новый свет можно уехать будет отсюда если вы не хотите подниматься обратно по этой дороге я думаю что многие он видите уже загрузились назад уже точно не пойдут по этим дорогам ну и вот мы были где-то вот там но сейчас здесь оказались отдыхающих много видите черный песок водичка конечно шикарная и вот вид еще с этой стороны посмотрите сколько людей водичка места здесь конечно дикие сейчас будем отправляться в судак на катере потому что обратно подыматься конечно будет тяжеловато мне ну а так вы посмотрели на этот пляж способа добраться есть только два либо пешком по такой трапе снова света либо на катере голый свет судак 1 сейчас будем отправляться если вы также заходили как вы будете выходить это просто капец а 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 и а а и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok